И к другим темам. Народные приемные президента продолжают организовывать открытые диалоги с населением. На этот раз в столичной области свои вопросы ответственным лицам адресовали более 300 военнослужащих и членов их семей. Наргизша Исламова о результативности встреч. Важным звеном процессов реформирования является деятельность народных приемных президента. В очередной встрече с жителями Черчака приняли участие представители Министерства обороны по чрезвычайным ситуациям и военной прокуратуры. Свои вопросы ответственным лицам адресовали более 300 военнослужащих и членов их семей. Бахтиор Халикназаров служил. В 2006 году ему назначили пенсию по инвалидности после повреждения ноги. Но по неизвестным причинам последние полгода пенсию ему не выплачивали. После обращения к сотрудникам Республиканской военной прокуратуры вопрос решен. Я рад, что моя проблема разрешилась положительно. Мне не только выплатили пенсию, которую я не получал, но и компенсацию и материальную помощь. Я очень благодарен за это. Фариде Тохтаньозово учится на заочном отделении Черчакского государственного педагогического университета. Супруг работает в Черчакском высшем танковом командно-инженерном училище. Суть обращения – Фариде нужна работа. Теперь она у нее есть, будет преподавать в школе. Аналогичная проблема Кабиры Муминовой, ее муж тоже военнослужащий, также нашла свое решение. Муж Адибы Толяновой из Газалкента много лет служит в вооруженных силах, но семья не имеет собственного жилья. Этот вопрос под свой контроль взяли представители Министерства обороны. Нодербек Худойназаров Нормуро Дарагимова из Кашкадари обратился с просьбой о переводе из воинской части Ферганской области. Теперь он продолжит службу в одной из воинских частей Сурхандаринской области. А его жена, студентка Мунира Худойназарова, будет переведена из Ферганского вуза в Термесский госуниверситет. Наргиза Расулова из Чуста рассказала, ее муж Кэрмджон Исфанов служит в одной из воинских частей в Черчаке. Эта семья, которая много лет нуждалась в жилье, по определенным причинам будет выделен дом в Новоизской области. И она попросила о переводе мужа в Новоизскую область на службу. Вопрос решен положительно. Я обратилась со своей просьбой непосредственно к заместителю министра обороны и очень рада решению моей проблемы. Вот раньше на прием к руководителям невозможно было попасть, а сейчас установлен диалог с народом. И именно такой контакт помогает решать проблемы, которые беспокоили людей много лет. И я стала свидетелем того, какое внимание в нашей стране уделяется нуждам человека. В ходе приема поступило 201 обращение, из них 88 решены. 93 заявителям оказана юридическая помощь. По остальным вопросам определены ответственные лица и конкретные сроки исполнения.